итак друзья приветствую всех должен сказать вам что нынешние запчасти полная г снова потекли прокладочки которые я уже менял помните да прокладки клапанных крышек проехал на них после замены примерно где-то 7000 километров и обе прокладочки потекли с той стороны с этой стороны вот и текут примерно вот рукой снизу прощупал где-то вот отсюда середины здесь здесь в этих местах не текут не капает и еще немножечко с задней части на кончиках тоже макреет маслицо значит при обычной езде если эксплуатируешь с утра до ночи то не чувствуется запах гари а вот если постоит с ночи до утра или вообще целый день постоит то масло успевает стечь на выхлопной коллектор там когда заводишь масло начинает обгорать вот этот вот запах паленого масла гать проникает салон неприятно очень короче говоря вот и ждешь пока все обгорит открываешь окна чтобы все выветрилось и сейчас я буду заниматься снова этими прокладками покупать я уже прокладки не стал на этот раз здесь если вы помните в прошлых роликах вот я здесь это делал прокладочку нового на заливной горловине здесь все сухо здесь сделано с умом кажется то есть это не моя какая-то была ошибка неправильная сборка или счета а чисто именно запчасти г можно так сказать большой буквы я так понимаю что это сейчас не резина делается а пластмасса пока она стояла новая так резина пластмассовая еще была в мягком состоянии сейчас постояла поработала подогрелась и из остатков резины то что было в этих прокладочка превращается в пластмассу дубеет и отсюда получается подтекание масла картина такая сейчас я вам покажу откуда стекает за виду и посмотрим как она показывает в действии на рабочем двигателе это течь масла так давайте посмотрим откуда ну вот видно да вот так вот она вот так подкапывает это довольно долго вот уже ну день с ночи до середины дня вот сейчас простояла вот так вот скапала то есть если вот так поставить промерить не она вот видите в этом месте подсачивается вот здесь здесь нету здесь сухо вот а именно вот середины и там вот задний кончик тот той стороны тоже ну и соответственно здесь тоже самое где она там видите да капли тоже образовывается сейчас если заведешь коллектор конечно нагреется соответственно и она все неприятно обгорает сейчас заведу посмотрим как это все наиву происходит сейчас движок холодный нагреется ну и соответственно бойчат все обгорать это масло ну и вот соответственно немного нагрелся ребята и вот видно что но вот уже идет дымок вот так вот все неприятно и прет короче этот агарь пока вся не обгорит вот но сейчас долго нагревать не буду двигатель чтобы он не был сильно горячим а то работать будет неудобно заглушу из буду приступать к снятию катушек и крышек вот так вот это все неприятно валит вот этот вот дымок так открутил вот эти вот болты чтобы катушку снять вот это вот и все и здесь тоже уже открутил Играет музыка так и крышечки ну соответственно откручиваем эти все болты крепящую крышку здесь и там таким же образом так далее нужно снять по трубке газоотсоса вот таким называемые сапуны соединенных и в сторону заведем чтобы они не мешались и открутим сейчас вот эту вот подачу бензина бензопровод но здесь давление есть потихонечку спустите давление бензина чтобы оно не преснуло ничего я сейчас не спускал там через золотник а просто вам покажу как может быть потихонечку вот так вот откручиваем давление спустите сразу резко не откручивать это может бензин признать вам глаза таким образом здесь на на 17 такой ржавый ключ кстати смотрите старый древнесоветский на на лет сорок пятьдесят ему в этом ключе ничего не случается с ним железо хорошее было советском союзе так вот не спеша давление упало уже нету можно открутить до конца заведем в сторону чтобы он нам не мешал сейчас мы берем один болт тут скоба которая держит косу проводов крепит ее тоже уберем чтобы она не потерялась и хомутик что тоже не потерялся и можно убрать патрубок сапуна в сторону аккуратно сейчас вот этот патрубок снимем он как правило всегда становится твердой от времени высыхать и поэтому чтобы его не порвать нужно с ним как бы поделикатнее хорошо сидит потому что дубе и как я уже говорю в пластмассу превращается здесь нужно взять широкую монтажечку сейчас и монтажка широкой его отодвинуть сторону так пошире отвертку взял и вот тут вот под кончик вот так аккуратненько поддевать его и вот так сталкивайте туда тогда он не порвется будет более-менее целым все отводим его в сторону также чтобы он не мешался и уже можно свободно открутить нижние болты и скинуть крышку друзья откручивая болты и гайки скидывайте все в определенные какие-то баночки или емкости чтобы ничего не потерять со стороны откручиваете в эту баночку скинули с той стороны откручиваете в другую баночку скинули это удобно и потом не будет вопросов где откуда какие болты гайки шурупы и таким еще образом можно в этой баночке также и обмыть все болты от масла от грязи чтобы от пыли но чтобы они были чистый налив туда какое-то моющее средство бензин растворитель что у вас будет под рукой керосин солярку и можно также помыть болты и не потеряв болты обратно все закрутить на свои места с каждой стороны свой болт в одну банку все ничего не скидывайте по разным баночкам две баночки заведите если две стороны крутите и туда вот так вот так же соответственно с той стороны ну и соответственно с этой стороны болты все в другую банку скиньте принципе они все чистые все равно не помешать сейчас сюда им плюснуть немножко бензы обмыть их высушить они будут чистые с чистой резьбой вкручиваете свои гнездах это будет хорошо если вы пчесть с чистой резьбой вкручиваете потому что резьба не забивается грязь соответственно потом резьба не испортится не на самих болтах а на головке если грязная резьба и вкручивать туда болты резьба портится ну соответственно может в каких-то случаях даже лопнуть вот такие вот нюансы есть так что следуя таким вот маленьким как бы лайфхаком можно избежать дальнейших каких-то поломок сейчас ничего не мешает снять клапанную крышку и сдергиваем их вот эта крышечка вообще потом монтируется немного посложнее потому что здесь видите коса стоит и немного меньше пространства для маневров чем с той стороны вот такая вот крышка сейчас я ее в сторону вот и соответственно сама прокладка садила я ее без герметика на чистую потому как рассчитывал что купил качественную прокладку но как видно что она дубеет просаживается становится пластмассовой вот сейчас ее стадия то обжимки я думаю что больше она не просядет поэтому я сейчас мою вот так как она есть бензине обезжириваю вот так если здесь есть пыль песок то тряпочка аккуратненько сотрите это все чтобы песок пыль не упала в головку с этой стороны всегда скапливается рассадник пыли вот ну и соответственно сейчас обезжирьте каким-то моющим средством всем привет итак что нужно сделать чтобы раз и навсегда не текли прокладки по клапанным крышкам на мерседесов ских движках на v-образных такие как 112 там 207 2 какой-то но в общем v-образные движки вот с такими клапанами крышками это клапанная крышка 112 движка и она тут постоянно текла клапанной прокладки какие прокладки вы бы не ставили сюда хоть офигенно крутые на воротах и хоть китайские хоть какие все равно рано или поздно здесь они текли значит возьмите просто напильник и сточите на клапанной крышки вот эти вот бабушечки сама клапанная крышка полностью не ложится на головку всей прокладочкой а ложится только на опирается на вот эти вот бобышечки соответствии с которой через которые и вот давят болты на головку получается так когда прокладка вот сюда вот в этот паз влаживается видите вот эти бабушки имеют вот такой вот прилив и они получаются выше относительно всей вот это вот канавочки на клапанной крышки имеют зазорчик поэтому когда клапанная когда прокладочка уже подсыхает высыхает то она естественно уменьшается в какого-то в своем в размере и отсюда полы появляется зазор и идет течь значит что делаем берем и вот эти бабушки стачиваем просто-напросто тупо нами вот возьмите напильник и вот так вот по плоскости снимите до определенного момента но где-то получается там одну четвертую или пол миллиметра стачите вот здесь вот в этом отверстие есть выборка вот она вот в виде колечка и вот до вот этой выборки вот уберите вот этот вот металл вот как примерно вот здесь получается вот как вот здесь это уже выбрал напильником сточил грубо говоря то есть тем самым мы уменьшили высоту бабушки и больше получится сила прижатия прокладки к головке значит со временем бывает так что тут появляется либо коррозия либо еще что-то но в общем еще и бывает и кривизна вот сейчас я ее когда начал притачивать то сразу увидел что некоторые бабушки вот эти приливы имеют одна выше и другая ниже и получается так что вот вот здесь вот они более-менее еще были сносно одинаковые а вот в этом месте вот вот это и вот это особенно вот это средняя часть здесь было каверночки износ и она была выше всех остальных вот этих бабушек соответственно здесь было наименее меньшее притяжение прокладки и отсюда вот всегда было течь значит хорош базарить приступим к делу вот так берем напильник и прикладываем на плоскость желательно взять раз два три три бабушки чтобы вот она легла лег напильник на упор и вот так вот стачиваем бабушку можете так стачить потом можете вот так вот вот так вот лучше всего потому что она вам даст контрольный сразу размер так сказать контрольный вот поэтому следу видно что примеру вот этот кончик чуть ниже вот этот чуть выше убираем убираем ну желательно конечно это убрать ровно чтобы было все одинаковые по высоте бабушки они так чтобы убрали одну больше другую меньше и меняя положение не только в одном положении вы убираете тело но и вот так вот крутите вот совсем вот так так в общем типа действуйте как типу вы фрезерный станок грубо говоря вот а потом как допустим проверить правильно вы сняли или неправильным возьмите какой-нибудь угольник в общем с ровной линейку металлическую или еще что-то вроде этого и вот так прикладывая к торцам на бабушки вы увидите где сняли больше где сняли меньше вот я вижу что вот эту бабушечку нужно еще немного убрать вот вот это раз два три уже они хорошо лежат вот по уголку а это бабушечка немного большая по высоте сейчас еще нужно и убрать если так не видите то возьмите переверните к примеру приложите и вот так вот на свет на лампочку на просвет посмотреть сразу видите щель еще нужно убрать а где достаточно и вот так убираем до того момента ну вот лучше всего как ориентир я же вам говорю что вот здесь вот по этой выработки вот выборка вокруг от отверстия есть фрезером заводская выборка вот до нее сейчас точим вот как вот здесь вот получится плоскость ровненько без выборки все на этом остановимся этого будет достаточно после такой вот операции убрав кривизну и немножко уменьшим высоту бабушки вот этого прилива тем самым клапана крышка будет больше прижимать прокладку и соответственно течь если она у вас была должна сто процентов стопудово прекратиться вот это на первой крышке такая тема была и на второй крышке тоже самое была течь вот я здесь уже протирал но еще не до конца вот здесь нужно поправить здесь нужно поправить так же самого берите и только чтобы у вас в руках не плясал напильник ровненько так вот убрать соответственно все делайте с умом с расстановкой обдумавший свои действия лишнего здесь не нужно скачивать потому что можно легко испортить и вот так во всем плоскостям меняя положение вот это вот крышка с бабушками тоже сильно кривая было это вот было литье такое 9 этот конец 90-х где начало и середина 2000-х годов это беспонтово автопром уже начал делать как машины так и запчасти вроде и до конца 90-х тачки были хорошие хорошего качества долго долговечные запчасти были хорошие а после уже все началось говно полное и вот так вот убираем все приливы меняя положение в общем вы поняли ребята как легким способом немного приложив усилия усердие старания можно раз и навсегда избавиться от такого неприятного явления как течь клапанных крышек но на этом все ребяточки подписывайтесь на мой канал прокомментируйте это видео если кому-то понравилось то поставьте лайк как все говорят так и я вам скажу тоже сейчас нету никакой течи все сухо вот ну в последующем времени я понаблюдаю за этим но сейчас только остается довести всю сборку до конца то есть сейчас поставим воздушный фильтр и вот эти вот карманы так воткнем минуточку засосало нечистую сила есть и второй патрубок карман рукав то есть сказать второй готово еще раз что запчасти сейчас не должного качества как бы хотелось хотя берешь более-менее приличные нормальные запчасти но тем не менее все экономят сейчас наше время кризисное так сказать и уже выпускают недобросовестным свою продукцию на этом все ребята до новых видеороликов